Южная Корея и США продолжают совместные военные учения, которые назвали крупнейшими за много лет. Так союзники пытаются усилить готовность к потенциальным испытаниям оружия со стороны Северной Кореи. Южнокорейские и американские солдаты отработали военные задачи в лесистой местности, а военно-морской персонал сымитировал операцию в контейнерном порту. Кроме того, военные учились обнаруживать самодельные взрывные устройства на АЭС. Министр обороны Южной Кореи также посетил командный пункт и встретился с командующим войск США. «Я ещё раз подчёркиваю, что с помощью этих военных учений мы сдерживаем войну. Но если она начнётся, то мы будем защищать свободу, права человека и верховенство закона». Американские военные говорят, что совместными учениями впервые руководит южнокорейский генерал. Это шаг на пути к давней цели Сеула – получить командование союзными силами в случае войны. Ежегодные летние учения начались в понедельник. Завершиться должны 1 сентября. Они стартовали после того, как президент Южной Кореи Юнсук Йоль пообещал активизировать совместную военную подготовку и укрепить позиции по отношению к Северной Корее. Тем временем учения могут вызвать резкую негативную реакцию Пхеньяна. В связи с этим Сеул и Вашингтон заявили, что сохраняют бдительность. На наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.